Всем привет, друзья! Постоянно слышу один и тот же вопрос. ЕГР, стоит его глушить или нет? Что с ЕГР? Как с ЕГР быть? Для чего ЕГР? Сегодняшний видеоролик, именно посвящен этому пресловутому ЕГРу, друзья мои, хочу вам немножко объяснить очень интересные факты, которые я сам лично заметил, которые, скажем так, мало кто знает и мало кто на это обращает внимание. Конечно же, всевозможные чистки, прошивки, отключения ЕГРа. Это все очень интересно, за что платятся огромные деньги на станциях технического обслуживания. Друзья мои, ну на самом деле получается этот ЕГР настолько вреден и настолько быстро, скажем так, забивает наш впуск. Я просмотрел, ну, наверное, десятки роликов всевозможных о том, как этот ЕГР чистят люди на разных автомобилях. Я буду сегодня говорить именно о дизельных двигателях, потому что ЕГР, конечно же, есть и на бензиновых, но так как в бензиновых там нет такой сажи и он там не засоряется очень так сильно, а вот в дизелях, да, в дизелях как не открывают. Все время там куча сажей, все время такой маслянистый налет, все время это грязь. И вот что я заметил. На примере, допустим, этого автомобиля, в котором я сижу, это Land Cruiser 200, да, дизель 4,5 литра. Итак, проезжает один человек для чистки ЕГР. Его автомобиль покупался в автосалоне и проехал каких-то там 10-15 тысяч километров. Ему открывают впуск и что они там видят? Они видят там слои сажи, грязь. Конечно же, все это вычищается, все собирается на место. Потом другой видеоролик. Такой же автомобиль только прошел уже, скажем так, 100-150 тысяч километров. Вскрывают впуск, что они там видят? Конечно же, сажа. Не так много, ну, в общем-то, конечно, неприятно, потому что действительно впуск засорен частично. Потом следующий ролик. 240-250 тысяч прошел такой же автомобиль. Ни разу не чистили ЕГР, вскрывают впуски и там такая же сажа, как и на 10 или на 5 тысяч километров, или на 15 тысяч километров. Так в чем проблема, друзья мои? Если не чистили ни там, ни там. А проблема в том, что ЕГР имеет свойство самоочищения. Об этом мало кто говорит. Конечно же, если ваш двигатель не увален, и вы используете нормальное топливо, то он со временем по чуть-чуть очищается. Конечно, к определенному пробегу, когда это будет, возможно, там 300-400 километров, как у моего знакомого оказалось, он купил себе Прадо, который уже пробежал очень много, и он столкнулся с такой проблемой, как забитый ЕГР. Друзья мои, там пробег уже за 400 тысяч. Конечно же, уже пора там все почистить, не только, возможно, ЕГР. Может быть, что-то еще надо почистить. Но, в основном, в автомобилях, которые ездят каждый день, конечно, если вскрыть, то вы увидите там слои сажи. Безусловно, это как бы вот любой двигатель с ЕГР, вы вскройте хотя бы, допустим, через 30-40 километров, после того, как его даже почистили, у него опять будет уже внутри сажа. Будет такой маслянистый налет и та же сажа. Я делаю вывод, что действительно ЕГР имеет свойство самоочистки. Об этом никто нигде не говорит. Все утверждают одно, что вся грязь идет туда, скажем так, во впуск, и в конце концов это доходит до того, что полностью перекрыты воздушные каналы, то есть впускные каналы. Но многие автомобили ездят по 200 тысяч без чистки ЕГР. И никаких проблем, все нормально. И через 200 тысяч или 250 тысяч открывают впуск. В результате что они видят? Видят, что да, там есть сажа. Но не такая уже прямо страшная. Конечно же, нет. Она страшная, когда вы ее видите. А когда она там в двигателе находится, это не настолько страшно. Работает и работает. Когда двигатель уже не едет, если он прошел много, скажем так, я же говорю, там 400 тысяч, и он уже просто не едет, когда у него уже действительно забилось, потому что двигатель предельно изношен, все там впуск забитый, тогда, конечно, почистить ЕГР, это очень даже хорошо. Но если двигатель нормально ездит, все в порядке с ним, чего туда лишний раз лезть? Работает и работает. Заливайте качественное топливо, заливайте хорошее масло, и я думаю, что все будет в порядке с вашим двигателем. По какой причине забивается ЕГР? Некоторые утверждают, что это из-за топлива. Топливо плохое, и забивается ЕГР. Честно вам скажу, я думаю, что, скорее всего, конечно, топливо играет роль, но не настолько значительную. Скорее всего, играет роль, конечно, больше, наверное, масла, которое вы эксплуатируете в своем автомобиле. Это первое. Ну, топливо, топливо тоже. Все-таки это, получается, пускной тракт, и выхлоп частично заходит на впуск. Ну, так вот сделаны экологические нормы. Друзья мои, если ваш двигатель нормально работает, чего вам тогда беспокоиться? Я думаю, нет смысла, вообще нет повода для беспокоиться. Катайтесь на своем автомобиле, и все будет в порядке. А вот эти вот специалисты на станциях технического обслуживания, которые рекомендуют каждые 10 тысяч чистить ЕГР, то вы не напасетесь прокладок и всего остального. И что вам показывает в основном? Они чистят все видимые зоны. А те зоны, которые в глубине, каналы эти, которые ближе к клапанам, они там не могут чистить. Многие туда даже не залазят. Они вам вычищают видимую зону, а остальное все остается там. Грязь это. Но она же потом со временем все-таки сама по себе, я так понимаю, вычистится. Понимаете смысл? Они внешне вам делают, да, с вас берут деньги, но вот там вот в глубине, в самой-самой глубине возле клапанов они там не могут зачистить, они не могут туда долезть, как правило. Конечно, некоторые умудряются, но, друзья мои, чтобы хорошо там вычистить, это нужно дверь теперь проворачивать, чтобы клапаны были закрыты на определенном цилиндре. Потом вычищается это все аккуратно, ну там, ну это очень-очень кропотливая работа. Очень кропотливая. Некоторые специально делают такое, как типа пескоструя, только называют орехоструй, то есть скорлупа ореховая выбивает эту всю грязь, но она как бы не так сильно, она абразивной не является, она не портит стенки цилиндров, если даже попадет во впуск, если останется во впуске. Так что, друзья мои, я делаю свои выводы и вам рассказываю свою точку зрения. Если вам, конечно, хочется тратить денег целую кучу и каждые 10 тысяч чистить ваш ЕГР, заменять все прокладки, там еще вам сразу, вы только на станцию попадете, вам насчитают еще очень много, то, конечно, делайте, если лишние деньги, занимайтесь. А если вы разумно подходите к процессу, к этому, то я думаю, что просто главное правильно сделать вывод. Я езжу на автомобиле, у меня сейчас пробег на данный момент 217 тысяч, 217 тысяч километров я уже пробежал, и на моем автомобиле ни разу не чистился ЕГР, я не собираюсь пока его чистить. Я не хочу туда лезть, потому что если только наши специалисты, криворучки, туда запустят свои, соответственно, кривые ручки, то неизвестно, сколько мой двигатель после этого будет ездить, вообще проедет. Ну что, друзья, надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным. Я вам на некоторые вещи открыл глаза, делайте выводы сами. Если у вас есть другая информация по этому поводу, то, пожалуйста, поделитесь ей в комментариях под этим видео. Внизу там, под видео, прямо в комментариях, напишите. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok